друзья приветствую вас на канале так сегодня нас 17 октября время 10 часов утра и мы едем берлин я здесь имел выгрузку вот и соответственно груз на палетах я сдал и загрузил пустые палеты теперь нужно мне их сдать эти пустые палеты и самое интересное вот дал адрес и я буду сейчас как то его не знаю ну короче через по длине или как бы его объяснить вам не знаю сейчас если получится у меня заснять так но вот центр поехали то есть практически я из краю в центр где-то буду ехать пятнадцать палет этих встать топливо смотрим 39 слева ну в принципе заправляться мне не надо мне выхватит даже до базы ну и как обычно нас если это берлин то готовьтесь к левому повороту через 800 метров то вскоре я буду принципе ехать на базу будет сводить мне мне уже так а пишет надо считать чип вернее писала 18 числа сегодня как раз 17 это значит что я уже 28 дней в трассе наверное надо глянуть как-то по бумагам чё-то ну и как говорится чем вперед продвигаемся тем будет плотнее поток тем тяжелее будь езда ну а также архитектура здешняя вижу паркоматы справа есть слева тоже есть через 100 метров поверните налево так вот там налево надо как-то ну ладно будем прерываться на съемку так повернув все таки прождал я буквально так нормально минут пять точно прождал готовьтесь через 750 метров повернуть направо на дороге с круговым движением как видим здесь людей уже побольше кстати он какие-то лоточки справа там перестроимся через 300 метров покиньте круговую развязку на первом съезде так 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 опять светофоры поехали так справа у нас какой-то магазинчик смотрю там где гитары подают здесь же и парковка так поворачиваем направо через 100 метров поверните направо на дороге с круговым движением сьете используя первый съезд проекте 6,3 километра 1 5 2 6 ну как хотя расстояние одно и то же общие стекло грязноватое стекло грязноватое утра там не парковать но хотя уже 10 часов да больше то машины видите плотненько все стоят припаркованы тоже сказывается проблемы с паркоместами то есть машина это хорошо но думаешь как бы думаешь как бы идею еще поставить хорошо если возле фирмы есть какое-то место и как бы по количеству работников то есть и опять же на количество мест это все как бы нормально но когда работников больше и машин больше то соответственно и потом каждый втискивается и ищет какие-то места так смотрим шелл заправка 1 32 и 9 но в берлине скажу так как и в гамбурге где-то цена вот или может опять это с утра вот такая цена ну а за городом на автобане 1 40 а больше даже 1 50 ну вот так вот то есть намного дороже смотрите как плотно да с той стороны походу в елочку вот так отставятся машины ну я так думаю наверное здесь какое-то предприятие все-таки красный наличием такого автомобилей ладно будем прерываться итак едем дальше хотелось бы конечно еще акцентировать вот на чем да германия да автопроизводители здесь немецких автомобилей это все всем известные бренды да там грузовики маны вот и так же опели вальцвакен это процедесы так вот как раз большинство видите как здесь присутствует на такого именно ну их него производителя то есть это ваговский да там ауди там ну как бы еще есть французы рено бежу рено бежу ну в меньшей степени увидишь здесь тойот японцев хотя есть присущие конечно но не так уже много их так а так в принципе вот что мы видим да родни немцы то есть а возьми вот наш да город ну то есть я бы просто взять там Киев взять сплошные иномарки сплошные ну понятно да 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 в Украине нет там такого хорошего автопрома соответственно там производят его вернее покупают и за не границы так же самое сказать и за там Белоруссию и за Россию то же самое так смс пришла сейчас глянем итак получил я смс да сейчас выгружу эти палеты просто и еду на Польшу загрузка у меня после чего после загрузки еду на базу вот такое указание у меня есть ну и как говорится база это посмотрим по авто помоем его чуть приведем в порядок соответственно сам какой то постельные вот есть вещи которые надо будет постирать все это есть опять же надо в магазин закупиться приготовить что то вот и надо еще у меня вот такие планы там какой то надо съездить у жен праце там где я подавал на карту по быту каких то вот пришли не хватает документов надо что то там перед это самое короче съездить надо узнать так что на ближайших два дня вот у меня такие вот расписания такое Сименс смотрим какую то справа наверное это то опять же не знаю то ли здесь офис или здесь производство что вот я буду ехать в большую на зеленую гору грузится билетами через 300 метров примите куда Кто знает, это такие вот маленькие, продолговатые цилиндрики. Это терсали, или опилки какие-то там спрессованные, которыми отапливают помещение. Готовьтесь через 800 метров плянуть налево на дороге с круговым движением. Так, тут дорога, видите, закрыта. Мы так и едем. Вот, так, билетами отапливают от пленей. Это у кого перолезные коплы. Очень хорошо они, ну, вообще, КПД. Ух ты, какой прицеп. Широкий такой колеса. Почти как по ширине, как фура. Так, друзья, едем дальше. Через 400 метров покиньте круговую развязку на третьем съезде. Вот так, третьем съезде. Ну, будем перестраиваться. Давайте. Так, выкручиваем направо. Двигайтесь по дороге один километр. Вот, у меня остается 31,8 километра. Здесь у нас преимущество, кстати, пересечение этого 30 километров. Так, а здесь чтобы не обидеть никому, ни зеркало, ничего. Ну, и видим, видим, видим девятиэтажки, наверное, да? Такие маленькие балкончики. Рабочий класс. Ну, за кастанчиками вам не видно, конечно. А мне, в принципе, и неудобно даже и камеру, чтобы повернуть. Ну, пока сунемся. Такая себе жилая зона. Вот слева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этажей. Ну, любят они эти вот цветочки в игрушечниках таких именно в озон или как-то читают они, не знаю, правильно. поворотом через 800 метров. Вы превышаете допустимую скорость. Так, а здесь здесь типа дачки. Вот справа слева поле футбольное было. А справа вот дачки. Такие вот пристроечки, как бы, да, вот наши. они, как бы, я не знаю, и травка, да и смотришь. Ну, чтобы кто-то высаживал там картошку или что-то такое. Ну, может, кто-то и высаживает на любителя. А так, наверное, какая-то сотка земли. Чисто отдохнуть, может быть. У кого-то вон беседочка там, да, бассейны вижу. Но там не видно. Я так уже по сторонам смотрю, аккуратненько проезжаю. Вот. Ну, интересно, интересно, кто не имеет больших таких домиков, да, загородных. Вот. И, как бы, вот, иметь сотку земли. Чисто там барбекю какой-то, шашлык там пожарить с компашкой там. Да, а уж здесь я еще не был, он не ездил. Через 150 метров поверните направо. 150 метров направо. Так, мне показывают 600 метров до финиша. Используйте второй поворот направо. Теперь на втором повороте поверните направо. Используйте второй поворот направо. Да, мне самому интересно вот в таких местах, ну, только если бы не было проблем. А проблем на вот в чем получается. Поворот как я не поступают все-таки, чтобы не тирануть автомобиль. Готовьтесь к правому повороту через 210 метров. Так, я уже вижу шентер. 200 метров поверните направо, затем вы прибудете в пункт назначения, по левую руку от вас. Как хорошо она сказала. На следующем повороте поверните направо. Здесь видим уже слабо длиннее. Поверните направо, затем вы прибудете в пункт назначения, по левую руку от вас. Тупиковая зона, ой, красавица. Пункт назначения не находится по левую руку от вас. Вы прибудете в конечный пункт через 160 метров. И это видите вот такие дачники и такие полносотки. Это все ну не тоже в центре, но практически в центре Берлина. То есть я не знаю где вместе в Киеве такого найти где-то там. Так вот и шентер. Все друзья, я прибыл, ну сейчас будем искать где бы сдать полет и все продолжение следует.